всем привет привет приветствую вас на своем канале в прошлом видео мы с вами вязали шкутик в этом видео мы с вами будем вязать косичку 2 на 2 вот так она выглядит будем скручивать в эту сторону и в обратную сторону то есть две симметричные косички мы будем с вами вязать на схеме это выглядит вот так схему я прикрепляю в своих соцсетях переходите по ссылкам внизу там будет все под видео написано где найти схему если кто-то захочет может ее себе распечатать или сохранить в электронном виде просто разглядеть смотрите наша косичка состоит из четырех лицевых петель но как правило всегда в каких-то рисунках когда мы применяем вяжем то ли араны то ли косы неважно нам нужно ее выделить поэтому выделяем мы как минимум 1 а то и более изнаночными петлями так как сама косичка вяжется лицевыми петлями то конечно же ее красиво выделять изнаночными петлями чтобы она как бы изнаночные петли и и выдавливали именно наверх и делали на ней акцент в этом рисунке у меня три изнаночные между косичками но схеме я нарисовала по 2 изнаночные и мы с вами будем сейчас вязать именно рисунок по этой схеме как видите здесь направлены в одну две косички и в другую сторону схемах всегда есть у меня обозначение как провязывается каждое обозначение каждый блок здесь смотрите еще написано четные и или изнаночные ряды вязать по рисунку что значит вязать по рисунку я тоже конечно же в процессе сейчас объясню здесь эта схема видите четные или изнаночные ряды не обозначены они просто пронумерованы но клеточки пустые это значит что при поворотном вязании когда мы вяжем туда и обратно лицевые и изнаночные ряды мы вяжем по рисунку при круговом вязании мы рисунок делаем только в лицевых рядах условно лицевых это нечетные ряды 1 3 5 и так далее четные ряды 2 4 6 они в круговом вязании у нас условно изнаночные в этой схеме мы в них в четных рядах никакой рисунок никакие перекрещивания делать не будем есть рисунки конечно же которые расписаны по каждому ряду но это не про эту схему и так давайте начнем смотрите я провезли я набрала 28 петель из них вот 28 петель на схеме из них 2 кромочные и 26 петель у нас будет с вами идти рисунок в каждом ряду то есть у нас будет раз-два-три-четыре косички 2 на 2 и так я провязала 3 ряда набрала обычным способом провязала 3 ряда все лицевыми петлями так это смотрится с изнаночной стороны но я решила что эта сторона будет лицевая потому что здесь косичка красивая вот поэтому у меня здесь как бы получилось две такие вот бороздки горизонтальные дальше мы по схеме с вами начинаем кромочную мы с вами снимаем не провязывая далее мы вяжем 2 изнаночные петли и 4 лицевые 1 2 3 4 и далее мы у нас все с вами повторяется 2 изнаночные и 4 лицевые 1 2 3 4 2 изнаночные 4 лицевые 2 изнаночные 4 лицевые и для симметрии у нас с вами в конце 2 изнаночные остаются и кромочная кромочная тоже буду провязывать изнаночной далее изнаночный ряд мы с вами поворачиваемся поэтому называется это поворотные ряды поворачиваемся и все вяжем с вами по рисунку петельки у нас уже они обозначились мы их обозначили где лицевые а где изнаночные поэтому все вяжем по рисунку при круговом вязание у нас мы придем опять вот сюда в это начало и точно так же мы вяжем все по рисунку где у нас были лицевые 4 там мы вяжем 4 лицевых где было 2 изнаночные там вяжем 2 изнаночным поэтому это и называется по рисунку здесь у нас 2 изнаночные ой 2 лицевые 4 изнаночные при поворотном вязании то есть это четный ряд 2 ряд поэтому все четные и изнаночные условные ряды мы вяжем все по рисунку как стоят петли никаких перекручиваний перекрещивание мы не делаем и так провязали мы изнаночный ряд 2 и видите у нас с вами уже обозначились наши петельки где изнаночные а где лицевые где лицевые конечно же там будут наши косички и дальше у нас идет с вами третий ряд по схеме и здесь мы с вами уже будем с вами перекрещивать наши петельки вот здесь обратите внимание то все обозначения прописаны распечатать кто хочет распечатает и прочитает я объясняю смотрите первую кромочную мы снимаем не провязывая дальше у нас идут 2 изнаночные и дальше идет 4 лицевые что мы с вами делаем мы две петли снимаем перед работой то есть перед рабочей нитью вперед наклоняем их вперед перед работой затем провязываем 2 лицевых и возвращаем те петли которые мы сняли ранее заводим левую спицу за эти две петли в сзади смотрите левой рукой я придерживаю петельки убираю правую спицу вот она видите сейчас свободно вот эти две петельки перехватываю их сюда и перекрещиваю и теперь провязываю эти две лицевые вот что у нас с вами получается петельки мы 2 на 2 поменяли местами дальше 2 изнаночные и еще раз две петли снимаем перед работой провязываем 2 лицевые теперь с лицевой с передней стороны подхватываем две петли которые снимали ранее убираем правую спицу снимаем петельки вот они видите свободное не бойтесь они никуда не убегут мы же их держим видите пальчиком указательным я их придерживаю потом поднимаем их и перекрещиваем и затем провязываем эти две лицевые далее 2 изнаночные и дальше мы с вами вот эти две косички будем перекручивать уже в другую сторону здесь у нас нитка перед работой заводим рабочую нить вперед снимаем 2 лицевые петли оставляя их за работой то есть за рабочей нитью провязываем 2 лицевых задней стороны левой спицей поддеваем наши две петли которые мы сняли ранее теперь убираем правую спицу снимаем все четыре петли с правой спицы и с передней стороны их подхватываем и перекрещиваем вот таким образом теперь провязываем которые снимали ранее мы две лицевые и еще раз 2 изнаночные ниточка перед работой снимаем 2 петли лицевых на правую спицу за работой провязываем 2 лицевых задней стороны одеваем на левую спицу 2 петли которые просто снимали ранее убираем ветер все 4 петли с правой спицы снимаем освобождаем правую спицу и перехватываем их с передней стороны которые мы провязали 2 лицевых ранее меняем их местами перекрещиваем и провязываем 2 лицевые которые сняли не провязывая вот так все 2 изнаночные и кромочная вот что у нас с вами получается на данном этапе но может быть пока конечно же непонятно сейчас мы несколько рядов провяжем дальше и все будет понятно дальше изнаночный ряд изнаночный ряд в поворотном вязание точно так же мы с вами вяжем все как у нас идет по рисунку где лицевые там лицевые те изнаночные там изнаночные при круговом вязание то же самое где изнаночные лицевые все провязываем по кругу здесь у нас идут лицевые и 4 изнаночные если вы вяжете туго то на этом этапе я рекомендую вам просчитывать потому что петельки могут как-то перекрутиться непонятно чтобы не потерять никакую петлю так как у нас косичка состоит из 4 петель я предлагаю конечно же просчитывать вяжем по рисунку до конца ряда мы с вами провязали один рапорт что это значит это значит что дальше начинается все то же самое первый ряд провязываем все как у нас есть 1 2 3 4 мы меняемся но на данной схеме я просто прописала именно несколько рядов именно такая вот сквозная нумерация идет это почему это для того чтобы когда мы вяжем например какую-то большую схему чтобы мы конечно же видели каждый ряд что мы знали что у нас не идет там 1 2 3 4 а ряды все-таки конечно же имеют и большую нумерацию дальше смотрите если посмотреть на схему то в косичке 2 на 2 как бы рекомендуется как минимум пропускать один лицевой ряд то есть видите пятый ряд мы вяжем без изменения без перекручены без перекручивания без перекрещиваний седьмом ряду делаем опять перекрещивание 9 лицевой ряд мы пропускаем вяжем по рисунку 11 и и так далее в такой же последовательности вот это как минимум один лицевой ряд но есть рисунки и можно конечно же вязать например пропуская два лицевых ряд ряда и делать перекрещивание в третьем ну то есть косичка будет более вытянутая это все как бы на ваше усмотрение и все как зависит по рисунку от вашего желания дальше смотрите 1 2 ряд как я и сказала да или же на схеме он у нас этот ряд 5 мы вяжем просто по рисунку то есть никаких перекрещиванием перекрещивание не делаем где у нас изнаночные там изнаночные где лицевые там лицевые 3 и 4 5 и 6 ряд мы вяжем все без изменений все вяжем по рисунку 5 и 6 ряд мы провязали с вами наши ряды 6 рядов теперь у нас с вами дальше идет 7 ряд в седьмом ряду по нашей схеме у нас опять идут перекрещивание я еще раз покажу первую кромочную снимаем провязываем 2 изнаночные далее лицевые 2 снимаем перед работой провязываем 2 лицевые захватываем их с лицевой стороны из передней убираем правую спицу и перехватываем наши петельки скрещиваем и провязываем лицевые 2 которые снимали ранее вот видите уже у нас с вами образуется такая вот косичка 2 изнаночные и то же самое 2 снимаем перед работой 2 лицевые провязываем подбираем 2 лицевые которые снимали ранее убираем правую спицу переносим ее назад подхватываем наши 2 лицевые петли которые провязали ранее и провязываем 2 которые снимали вот такие две косички уже мы с вами провязали далее у нас перекрещивание идут в другую сторону ниточка рабочая перед работой за рабочей ниткой снимаем 2 лицевые за работу провязываем 2 лицевых за работой подхватываем наши лицевые петли которые мы снимали меняем их местами с лицевой стороны перекрещиваем и провязываем 2 лицевые косичка уже перекрещивается в другую сторону вот здесь 2 рядом косички 1 идет в правую сторону ой в левую сторону перекрещивания другую в правую сторону 1 идет по часовой стрелке другая против часовой стрелки провязываем 2 изнаночные и еще раз за работой снимаем 2 лицевых петли провязываем вторые 2 лицевые петли левой спицы за работой подбираем две петельки которые снимали не провязывая меняем их местами освобождаем правую спицу подбираем с лицевой стороны и перекрещиваем ниточку за работой и провязываем 2 лицевые петли 2 изнаночные кромочную изнаночные вот что у нас с вами получается изнаночный ряд или 8 четный ряд вяжем все петли по рисунку так до конца ряда 9 10 ряд вяжем без перекрещиваний все по рисунку где изнаночные там изнаночные где лицевые там лицевые и так далее идет 11 12 ряд в одиннадцатом ряду мы делаем перекрещивание и так бесконечное число раз сколько вам необходимо по рисунку или же какой может быть вы сложили не из нескольких как я вот смотрите я сложила несколько здесь типов косичек и уже получается вот такой вот рисунок можете их в разные стороны можете в одну сторону как вам удобно перекручивать главное чтобы вам было понятно и главное чтобы вы это делали постоянно то есть в определенной промежутке рядов закрепленная у вас было то есть вы записываете себе составляете схему на схеме каждый раз отмечаете какой ряд вы вяжете в каком ряду вам нужно делать именно эти перекрещивания я провяжу еще несколько рядов чтобы картина была еще понятнее и яснее чтобы было видно наши косички что они закручиваются в разные стороны и покажу вам результат я закончила свой образец вот как это выглядит с лицевой стороны здесь в одну сторону здесь другую сторону с изнаночной стороны вот так это выглядит и что хотела еще сказать по поводу косичек чем крупнее косичка дальше дальше там допустим три на три четыре на четыре это надо учитывать при выборе узора когда вы вяжете уже большое изделие здесь я специально провязала лицевыми петлями и как видите видите здесь получаются такие вот волны за это за счет того что мы провязываем с вами косички и здесь в центре косичек они стягиваются поэтому при расчете например если вы изделие вяжете и у вас там много коз то обязательно нужно добавлять к общему числу петель где-то приблизительно 10 процентов или же делать прибавки например здесь у вас резинка или после резинки делать прибавки или же учитывать например это при общем количестве петель если изделие не предусматривает внизу резинки она конечно растягивается но законы физики делают свое так как мы делали здесь перекрещивание и за счет этого изделия будет все равно немножко сужаться вот такой результат у нас получился кто не смотрел предыдущее видео будет и подсказочка наверху и в описании ссылочка мы вязали жгутик подписывайтесь обязательно на мой канал включайте оповещение если вам что-то непонятно пишите комментарии задавайте свои вопросы подписывайтесь обязательно соцсети в моих соцсетях я выкладываю схемы и короткие видео со схемами и просто схемы и вообще там много всякого интересного и вконтакте и в телеграме на моем канале так что не забывайте обязательно подписывайтесь и мы с вами увидимся в следующем видео на следующем мастер-классе всем пока пока спасибо что были вместе со мной